В ближайшее воскресенье Югра примет участие в голосовании. Об этом на своих страницах в соцсетях напомнила губернатор округа Наталья Комарова. Жителям предстоит выбрать 712 депутатов различного уровня и 41 главу городских поселений. Как отметила глава региона, к единому дню голосования все готово. По всей Югре откроют 733 избирательных участка. В выборах задействует 7885 членов избирательной комиссии. Как всегда, особое внимание уделяется контролю за ходом голосования. Так, необходимое обучение прошли 2199 общественных наблюдателей. Они обеспечат открытость процедуры соблюдения законодательства и будут оперативно реагировать на вопросы. Также глава региона отметила, что для жителей отдаленных территорий с 20 августа по 9 сентября проходит досрочное голосование. При необходимости воспользоваться своим избирательным правом можно и на дому. Нужно лишь обратиться в участковую комиссию. Также Наталья Комарова отметила, что свой выбор 10 сентября сделает на участке номер 294. Это КДЦ «Октябрь» в Ханты-Мансийске. Золотые голоса Югры звучат в Ханты-Мансийске под аккомпанемент камерного оркестра. В окружной столице состоится гала-концерт творческой лаборатории «Опера Актив». В течение двух недель 10 молодых оперных певцов оттачивали свое мастерство под руководством именитого наставника. Известная оперная дива Любовь Казарновская каждый день давала персональные мастер-классы и ставила номера. Теперь их объединят в единый концерт под названием «Золотые голоса Югры». Молодые артисты исполнят арии из опер таких композиторов, как Моцарт, Генвель, Россини, Пучини и Верди. Красоту голосов подчеркнет инструментальная музыка. Аккомпанировать певцам будет камерный ансамбль «Кансоны». А наставник молодых артистов Любовь Казарновская выступит в качестве ведущего. Такие проекты, мне кажется, за ними будущее. И молодым интересно в таких проектах работать. То есть они не только встраиваются в театральный процесс таких театров, как «Большой», «Мариинка», «Новая опера», «Саратов», «Самара» и прочее. Они свою историю тянут. Вот что очень важно. И вот в этом, мне кажется, будущее оперного искусства. В Сургуте появится «Стена времени». Новый арт-объект расскажет историю становления города с приказа императора Федора Иоанновича до 60-х годов прошлого века. В реализации проекта задействованы пять профессиональных художников и около 15 студентов, которые захотели внести свою лепту в создание исторического арт-объекта. «Стена времени» войдет в пешеходный маршрут «Сургутский Кремль», который пройдет по всем историческим местам города. Молодые художники изобразили порядка 20 картин на стене гаражного комплекса. Здесь самые яркие и малоизвестные факты о Сургуте. Каждый из эпизодов дополнят текстом, чтобы проходившие мимо горожане и туристы смогли узнать больше интересного о самом крупном городе Югры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok